Вебинар по литературе Вебинар по литературе Вы указываете адрес своей электронной почты и накануне вебинара вам приходит ссылка и напоминание о том, что вебинар скоро состоится. Все материалы проводимых вебинаров мы размещаем на нашем сайте. Сегодня в 17.00 будет доступна презентация для скачивания. И также сегодня или завтра вы уже сможете посмотреть или скачать видеозапись этого вебинара. Для получения сертификата участника вебинара вам необходимо полностью заполнить анкету при входе вебинар. У меня очень большая просьба к вам отнестись к этому очень серьезно, потому что так как вы заполните эту анкету, так будет выглядеть ваш сертификат. Если вы допустите опечатку в анкете, то, к сожалению, она же и перейдет в ваш сертификат. Также сертификаты отправляются в течение 10 рабочих дней после проведения вебинара. Если вы понимаете, что 10 дней уже прошло, а сертификат вы не получили, вы можете зайти к нам на сайт и посмотреть статус отправки. Если там указано, что сертификаты отправлены, значит, скорее пишите нам на почту вебинарсобакалегионрус.ком, и мы разберемся, в чем дело и почему вы не получили сертификат. А если статуса нет, о том, что сертификаты отправлены, значит, у нас есть с этим небольшая затяжка, но не переживайте, все сертификаты мы обязательно отправим. Наш вебинар сегодняшний пройдет в 10 до 11.30 по московскому времени. Я буду с вами все время в чате под именем модератор. Буду отвечать на ваши вопросы, буду отвечать на какие-то технические вопросы и также буду передавать вопросы нашему автору. Андрей Георгиевич будет отвечать на вопросы либо по ходу вебинара, либо в конце, поэтому вы их можете задавать прямо во время вебинара, а мы там определимся, когда ответить на вопросы. Если у вас нет вопросов, то я передаю слово Андрею Георгиевичу и желаю вам приятной работы. Здравствуйте, коллеги. Приветствую всех, кто собрался у своих компьютеров. Мы хотим сегодня поговорить об итоговом сочинении и, в частности, представить книгу, которую написали как раз к новому сезону. Книгу, посвященную вопросам подготовки к итоговому сочинению уже по направлениям этого года. Ну и, в частности, многое из того, что вы увидите сегодня в презентации, взятое из этого пособия. Ну и не только, и, соответственно, там есть намного больше. Итак, прежде всего хочу сказать, что в этой книге отразился опыт, наш опыт работы в школе. Мой лично, моего соавтора Ирины Станиславовны Нарушевич и нашего редактора Натальи Аркадьевны Сениной. Мы и сейчас работаем в школе и, соответственно, представляем себе все проблемы, с которыми сталкивается учитель, в том числе и учитель, который готовит своих учеников к новой форме, еще очередной ступеньке к итоговой аттестации, к итоговому сочинению. Итак, давайте подумаем, что уже было сделано нами, каковы итоги прошлого года и как работать. В этом году на что обратить внимание, ребят, если смотреть на новые тематические направления. Итак, давайте обратимся к презентации. Прежде всего нам известны даты, естественно, как и в прошлом году, когда будет проводиться итоговое сочинение. И, конечно же, мы все надеемся, что именно в первую волну наши ребята на эту ступеньку все поднимутся. Известны тематические направления этого года, как виден, сформулированные очень и очень общо в виде слов, за которыми стоит масса ассоциаций и масса поворотов возможных тем, о которых мы и сегодня будем говорить. Обращаем внимание на то, что, естественно, по-прежнему, как и в прошлом году, авторы, которые отвечают за эту форму аттестации, подчеркивают для нас с вами, что сочинение имеет, безусловно, литературоцентричный характер. С одной стороны, это размышление ученика, ответ на вопрос, который содержится в теме. С другой стороны, это размышление обязательно с привлечением литературного материала, с привлечением материалов художественных или публицистических произведений. Но так или иначе, для аргументации мы обращаемся к текстам. Как и в прошлом году, в этом году при составлении тем сочинений не используются узкозаданные формулировки. И в качестве принципов, на которые опирались авторы этой формы аттестации, это посильность, ясность, четкость постановки проблемы. И мы уже по анализу тем прошлого года можем действительно сделать определенные выводы, увидеть, что темы были действительно сформулированы достаточно широко и давали оптимальную свободу для учащихся. Давайте посмотрим с вами на формулировку задания. Поскольку, как всегда, разговор о выполнении задания начинается с его постановки, с тех требований, которые в формулировке содержатся. Итак, учащимся предлагается выбрать одну из предложенных тем сочинения, затем написать сочинение на соответствующую тему. Рекомендуемый объем не менее 350 слов. Обратите внимание, что в этом году четко прописаны два требования, помимо критериев оценивания. Первое требование – это объем работы. Если объем работы меньше 250 слов, то работа автоматически получает не зачтено. С другой стороны, минимальный объем 350, максимального объема этого сочинения нет, он не установлен, он разумными пределами установлен, временем и полнотой раскрытия темы. Поэтому обращаем на это внимание. И критерии, даже не критерии, а требования. Второе – это самостоятельность. Поскольку, если мы видим, что работа ученика целиком или большей частью заимствована, и есть конкретный источник, мы видим, откуда она заимствована. Если количество заимствованного материала превышает собственные мысли ученика, то по этому требованию второму также работа фактически оценивается сразу, получает отметку «не зачтено». Вы можете ознакомиться с требованиями новыми и с критериями оценивания на сайте Федерального института педагогических измерений. В разделе ЕГЭ демоварианты «Итоговое сочинение» как раз мы найдем материалы для экспертов, где можем много полезного для себя почерпнуть. Итак, обратите внимание на главное в задании. Сформулируйте свою точку зрения и аргументируйте свою позицию, выстраивая рассуждения в рамках заявленной темы на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по вашему выбору. Прежде всего, обращаем внимание учеников на то, что это их мысли. То есть это рассуждение самого ученика, его ответ на вопрос, который содержится в теме с привлечением литературного произведения. Как видим здесь уже в формулировке задания, тема может быть раскрыта на примере одного анализа одного произведения или же нескольких. И опять же, мы не ограничены вопросами только отечественной, русской литературы. Возможно, привлечение литературы мировой. И обратите внимание на те фрагменты, которые приводят члены федеральной комиссии, анализируя работы прошлого года. И вы увидите там много работ, написанных по текстам зарубежной литературы. Естественно, продумайте композицию, обращайте внимание на речевое оформление, соблюдение норм грамотности. Итак, критерии оценивания сочинения. В принципе, изменились их названия немножко по сравнению с прошлым годом, но в принципе, соотношение примерно такое же, как и в прошлом году. Первые два обязательных критерия, по которым непременно работа должна быть оценена отметками «зачтено». Это соответствие теме, теме сочинения. И критерий второй – аргументация привлечения литературного материала. Насколько уместно и правильно привлечен тот или иной литературный материал. Также, в целом, для получения отметки «зачтено» учащимся достаточно получить, кроме первых двух, зачтено еще хотя бы по одному из оставшихся трех критериев. Композиция, логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность. Более подробно, естественно, как я уже сказал, эксперты могут получить представление из материалов для экспертов. Мы представляем себе бланк работы, мы уже работали с ними в прошлом году. И обратим внимание на самое начало, представим себе первые моменты после того, как появились темы сочинения. Мы знаем, что темы сочинения появятся за 15 минут до начала экзамена, и наши учащиеся уже в своих аудиториях их увидят. Первое, что мы должны упредить, о чем сказать учащимся. Вспомните, пожалуйста, большинство из сидящих в своих экранах, наверное, писали когда-то вступительное, когда-то и выпускное, а потом вступительное сочинение в вузе. И первое ощущение, которое есть у человека, мне ни одна тема не нравится, мне кажется, все они какие-то не мои и так далее, и у меня нет материала. Но очень важно пережить психологически вот этот первый момент шока, потом присмотреться к каждой теме и подумать, какая из них кажется более конкретной и понятной. Какие произведения мы можем привлечь, что мы лучше помним, что помним хуже, на что стоит обратить внимание, где у нас больше знаний литературных. А может быть мы вспомним разговоры на уроке, на уроках литературы, то, что обсуждение конкретного произведения, которое затронули нас когда-то. Вспомним наше знакомство с учебниками, с критической литературой и, соответственно, опираясь на все это, сделаем свой выбор. И, конечно же, то есть все-таки в основе выбора два момента. Это понятность темы, и мы ее правильно понимаем. И это наличие литературного материала, известного, понятного нам, на примере которого мы можем раскрыть ту или иную тему сочинения. Можно представить себе определенный алгоритм действий пиника после того, как он увидел и выбрал для себя тему сочинения. Внимательно прочитайте тему сочинения. Выделите в ней ключевые слова, в которых видите главный, основной смысл. Сформулируйте тему в виде вопроса, если она еще сама не сформулирована в виде вопросительного предложения. А как раз таких вот тем большинство, которые уже заключают в себе вопрос, и, соответственно, задача ученика на этот вопрос выстроить свой ответ, систему ответа. Попытайтесь кратко ответить на эти вопросы. Вспомните литературные произведения, которыми можно проиллюстрировать ответы. Составьте план сочинения. Надо сказать, что план сочинения может быть различным. Он может иметь различные формы. Это может быть классический план с пунктами первая римская, первая арабская и так далее. Это может быть рисунок, чертеж, таблица. Неважно, во всяком случае, это должен быть тот или иной материал, который позволит ученику увидеть, как он будет разворачивать мысль. Когда кратко и емко будет представлена логика будущей работы. И это очень важно. Если мы вспомним, как мы сами когда-то писали сочинения, то наверняка многие из вас скажут, да, план был не самой любимой частью работы, особенно когда учитель заставлял писать план отдельно. С другой стороны, мы понимаем, что вся деятельность человека осуществляется по тому или иному плану. И те построения текста рассуждения тем более требуют определенной организации деятельности, которая действительно хорошо, если будет отражена отдельно, в виде особой формы, такой как план. То, что вы видите на экране, следующий алгоритм, он включает работу следующую, черновик. Дело в том, что наши учащиеся, я думаю, вы это заметили, не очень любят работать с черновиком. Что, конечно, для работы с текстом абсолютно противопоказано. Потому что на самом деле работа над текстом требует совершенствования. И без черновика это невозможно. Люди по-разному работают с черновиком. Кто-то пишет всю работу начерно целиком, потом переписывает ее начисто. Кто-то пишет отдельные абзацы на черновике, переносит их затем в чистовик. Во всяком случае, какие бы формы работы мы не избрали, но то, что нам необходимо обращаться к черновику, в этом нет никаких сомнений. Поэтому, естественно, если мы думаем о качестве текста, о его речевом оформлении, и даже просто вот о визуальном облике текста, который увидит наш проверяющий, поэтому, естественно, нам необходимо обращаться к черновому варианту. И обязательно перечитать чистовой вариант, поскольку в нем тоже, в него могут вкрасться ошибки в связи с невнимательностью, усталостью нашей и так далее. Поэтому это, безусловно, необходимо. А затем посмотрите. Итак, если есть некоторый вопрос... в основе которого, лежащий в основе темы сочинения, то, соответственно, можно выстроить определенную систему ответов. И схема, которую вы видите перед собой, это даже не план одного сочинения, а это несколько возможностей раскрытия одной темы. Любовь. Счастье или трагедия. И, соответственно, представим себе проблемный вопрос, в котором воплотится соответствующая тема. Почему любовь для одних становится счастьем? А для других – трагедии. Несколько тезисов, которые мы предлагаем, позволяют открыть различные видения вот этой самой темы, наполнить ее различным содержанием. Итак, тезис первый. Взаимная любовь – чувство созидающее, окрыляющее человека, приносящее счастье любящим. И здесь возможно обращение к лирике Пушкина или к повести «Куприна Суламифи» или «Гранатовый браслет», к роману Льва Николаевича «Толстого. Война и мир» и ко многим другим произведениям, в которых эта мысль содержится, и мы можем ее как раз-таки доказать, подтвердить примеры. Тезис второй. Любовь пробуждает, побуждает к творчеству, становится источником вдохновения. И мы прекрасно находим тому подтверждение в лирике Пушкина, в лирике Фетта, в произведениях Булгакова, в частности в романе «Мастера Маргарита» и во многих других произведениях здесь указаны только самые яркие примеры. Тезис третий. Любовь пробуждает сострадание, нравственно преображает человека. И в данном случае мы предполагаем обращение к роману Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», где Соня Мармеладовой есть воплощение христианской любви. Именно эта любовь смогла преобразить главного героя, направить его на путь покаяния, на путь истины. Тезис четвертый. Однако люди часто проходят мимо любви, предпочитают ей покой, привычную жизнь. И тоже очень часто мы обнаруживаем этот мотив в произведениях у Чехова в маленькой трилогии в рассказе о любви, у Куприна в рассказе «Гранатовый браслет» и во многих других произведениях. Тезис пятый. Порой за любовь люди принимают сиюминутное увлечение, за которое приходится жестоко расплачиваться. Как это случилось с героинями Пьеса Островского «Гроза и беспреданница». Можно вспомнить рассказ Чехова о «Прыгуне» и много других произведений, в которых, соответственно, реализуется этот массив. И, наконец, любовь может ослеплять человека, порождать ревность, которая толкает на преступления, на безумные поступки. Лесков «Леди Мак-Венсенского уезда», «Купринцулами» и все, что связано с «Царицей Астиц», «Чехов» «Драма на охоте» и множество других произведений, в которых приоткрывается вот эта темная сторона любви. Итак, любовь, чувство, которое возвышает человека, приносит счастье. Однако люди не всегда ценят любовь, что часто становится причиной трагедии. Один из возможных выводов, к которым мы можем прийти. Мы говорили о том, что план может иметь разные формы. Вот, например, перед нами образец плана в виде схемы-кластера, отражающей взаимоотношения между различными явлениями. Любовь созидательная и любовь разрушающая. Вот тема, которая положена в основу этого рисунка. Итак, с одной стороны, мы видим светлую сторону любви, как раз побуждающую человека к творчеству и созиданию. И видим это в творчестве Пушкина, для которого любовь, счастье, божественный дар и вдохновение. Видим это в творчестве Фета, в лирике которого слит его едино, гармония, вдохновение и музыка. И совсем другую сторону любви видим в лирике Лермонтова, для которого любовь, смятение сердца, боль, потерь, разочарование. Или, например, в Денисьевском цикле Федора Ивановича Тютчева, в котором любовь предстает как губительная страсть, роковой поединок двух сердец, который всегда является источником трагедии. А затем предлагаем более развернутый план-конспект на ту же самую тему. Вступление, в котором мы будем размышлять о теме любви в искусстве. И, может быть, о любви в жизни человека, но так или иначе придем к искусству, потому что наша задача подкреплять как раз свои соображения примерами из художественной литературы. Тема любви в лирике Пушкина, где любовь — это прекрасное мгновение, божественные дары и огромное счастье, богатство, которое человек хранит всю жизнь своей душе. И обращение к различным произведениям. «Я помню чудное мгновение», «Я вас любил», «На холмах Грузии» и другим произведениям. Тема любви в лирике Фета, как мы уже говорили, где слиты воедина природа, любовь и музыкальное искусство. Любовь — это гармония и вдохновение. И множество стихотворений. Фета как раз дает тому прекрасные примеры. «Я пришел к тебе с приветом», «Шопот, робкое дыхание», «Какое счастье и ночи мы одни» и множество других лирических шедевров. Фета как раз дают нам образцы прекрасной любовной лирики. Тема любви в лирике Лермонтова. Любовь Лермонтова всегда носит трагический оттенок. Любовь, смятение, сердце, боль, потерь. И лирический герой Лермонтова часто вообще приходит к разочарованию в любви. Как «Я не унижусь пред тобою», лирик и скучно и грустно вспомнить рассуждение о том, что лирический герой Лермонтова часто вообще противопоставляет творчеству и любовь. И говорит своей лирической героине, что может быть те минуты, которые проводили мы вместе, я крал вдохновение, чем-то заменила их. Что вот, например, совершенно невозможно представить творчество Пушкина, для которого жизнь, любовь и поэзия слиты воединой нераздельно существуют. Ну и, наконец, трагическая история любви Федора Ивановича Тютчева и Лены Александровны Денисьевой как раз и отразились в Денисьевском цикле или стихотворениях Денисьевского цикла, где любовь грозовая, роковая, страсть, мучительный поединок двух сердец. И мы это видим в стихотворениях о «Как убийственно мы любим», предопределении «Чему молилась ты с любовью». И, соответственно, мы понимаем, что вывод может быть различным, но, наверное, прежде всего таким, что любовь несет в себе различное начало. А в творчестве конкретного поэта отражается его видение этого чувства и его личный опыт. Итак, мы, рассматривая типологию тем, можем увидеть, что темы сочинений по-разному сформулированы. И, соответственно, мы сталкиваемся с таким видом определения темы, формулировки темы, как тема понятия. Это чаще всего односоставное предложение человека эпоха в литературе. Тема вопрос, когда формулировкой служит вопросительное предложение. Какие уроки мы можем извлечь из прошлого? И, наконец, тема утверждения. Некое двусоставное предложение, представляющее собой законченное суждение. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Представим себе типичные формы работы над каждым из этих типов формулировок. Итак, тема понятия. Односоставное предложение. Образ родного края в литературе. Что является предметом мысли? Определим, о чем мы будем писать. Это изображение малой родины в литературе. Основной вопрос. Какова роль этого образа, образа малой родины в литературе в художественном творчестве? Объем темы, конечно же, будет определяться самим учеником, исходя из того, из своих читательских предпочтений, исходя из того, что ему близко, понятно, знакомо, что являлось предметом изучения, рассмотрения, просто чтения. Лирика Есенина, проза Валентина Распутина или что-то другое. Вывод. Родной край, духовный исток, источник вдохновения для поэта, писателя. Тема вопрос. Вопросительное предложение. Какой, по вашему мнению, должна быть идеальная семья? Предмет мысли. Изображение в семье, в литературе. Попробуем конкретизировать вопрос для того, чтобы ответить на него более четко. Какими должны быть отношения между членами идеальной семьи? Объем темы, опять же, как и в предыдущем случае, определяется предпочтениями ученика. Для кого-то важна мысль семейная в творчестве Толстого, например, в романе «Война и мир», где есть возможность сопоставить семьи Молконских, Ростовых, Курагинах. Кто-то будет раскрывать эту тему на примере анализа произведений Ивана Сергеевича Тургенева, того же романа «Отцы и дети», где мы тоже видим две семьи, Кирсановых и Базаровых, и семьи очень разные, и отношения между родителями и детьми очень разные. И так далее, и так далее. Вывод – любовь, уважение, взаимопонимание – залог гармоничных отношений в семье. Тема утверждения – двусоставное предложение. Любить природу – значит любить Родину. Предмет мысли – взаимосвязь темы природы и темы Родины в литературе. Конкретизируем вопрос – почему в литературе эти темы так тесно связаны? Естественно, что объем темы определится, как и в предыдущих случаях, именно читательскими предпочтениями ученика. А вывод, который можем мы себе представить, звучит следующим образом. Человек воспитан природой и культурой родного края и навсегда хранит сердце их образы. Обращаемся к лирике Есенина или к лирике Лервантова или к произведениям прозера Спутина и других авторов. Все равно, конечно, чаще всего мы видим именно подобное соотношение сил. Очень важно увидеть и правильно понять тему формулировки, которые есть метафоры. Вот точно так же, когда готовимся к сочинению на Едином государственном экзамене, чаще всего говорю своим ученикам – не формулируйте позицию автора с помощью цитации, особенно если ваша цитата содержит некой метафор. Сформулируйте ее своими словами, так чтобы мы действительно видели, что вы правильно поняли то, что хотел сказать автор. Ибо метафора, скрытое сравнение, чаще всего нуждается в расшифровке определенной. Как, например, «болезнь любви неизлечима». О чем нужно говорить, если подобная цитата становится темой нашего сочинения? С одной стороны, о том, что чувство любви загадочно непостижимо, а с другой стороны, о том, что чаще всего человек не может произвольно побороть себе чувство любви. И как не вспомнить здесь, например, образ Евгения Базарова, для которого любовь к Одинцовой стала своеобразным испытанием на прочность, причем не только как человека, но и как носителя определенных идей. И вся система мировоззрения Базарова определенным образом, безусловно, претерпела изменения после того, как жизнь внесла определенные свои коррективы. «Моя золотая полка». Это выражение есть «золотая полка» даже в мерчайдайзинге, где речь идет о товарах, выставленных максимально привлекательным образом для покупателя. Но в данном случае, конечно, мы говорим совсем о другом. Мы говорим о самых важных книгах в моей жизни. Чему научили они меня? Почему они для меня важны? Почему именно эти книги составляют мою «золотую полку»? Очень часто говорят о так называемых «ограничителях тем», то есть словах, которые содержатся в самой формулировке темы, и так или иначе очерчивают круг содержания, круг произведений, к которым мы можем обращаться. Давайте посмотрим, на что здесь можно обратить внимание. Предположим, ограничение по автору. С этим мы встречались в прошлом году, когда одно тематическое направление было, как мы помним, посвящено только лирике Михаила Юрьевича Лермонтова. В чем счастье и драма любви? По одному или нескольким произведениям Лермонтова. Понятно, что в этом году мы вряд ли будем ждать подобного ограничителя, ибо все наши направления сформулированы широко и не связаны с творчеством конкретного автора. Ограничение по времени. Сохранить человечность на войне по страницам литературы 19-21 века. Хотя, согласитесь, что 19-21 век – огромный временной период в развитии искусства, литературы, так что даже рассматривать это как серьезное ограничение вряд ли возможно. То есть, на самом деле, мы еще раз убеждаемся, что темы сочинений сформулированы максимально широко и дают определенный простор для творчества, для выбора произведений. И здесь важно только, чтобы было из чего выбирать. Очень часто мы говорим о том, что правильное понимание темы сочинения связано с анализом ключевых слов. И это действительно так, поскольку многие слова несут особую нагрузку в содержании высказываний. Какие уроки мы можем извлечь из прошлого? И, конечно, ключевое сочетание, по сути дела, метафора, уроки прошлого, то, чему можем, тот опыт истории, который накоплен человечеством, чем он может нас научить, и как отразились исторические моменты в литературных произведениях, какие выводы из этих размышлений мы можем сделать сегодня. Вот главное содержание соответствующей темы. В чем счастье и драма любви? Счастье и драма. Хорошее и плохое. Светлое и темное. То есть ключевые моменты две стороны любви, которые так или иначе находят отражение в жизни человека и в творчестве, в литературе. Какие нравственные проблемы, поднятые в литературе, вам интересны? Значит, ключевое сочетание именно проблемы нравственности, связанные с взаимоотношениями людей, с оценками их поступков, с тем, на что мы можем равняться, что является для нас образцом, как же соответствующие проблемы рассматриваются в литературе. И, наконец, есть темы, где каждое слово, по сути дела, является ключевым. Как, например, последнее. Почему мотив пути интересен писателям? Мотив пути – соответствующее понятие, которое позволяет так или иначе выстроить свое произведение и открыть в нем те или иные смыслы. Почему интересен писателям? То есть, все слова на своем месте так или иначе вносят свое содержание в высказание. Очень важный момент, который является предметом отдельного рассмотрения, в отдельном критерии – это композиция. Принято различать композиционную и логическую структуру сочинения. То есть, с одной стороны, композиционная структура хорошо нам знакома. Она трехчастна. Любое сочинение имеет вступление, основную часть и заключение. В то же время, а что же там внутри каждой из этих частей? Об этом говорит логическая структура работы. В частности, мы видим, что вступление или зачин – чаще всего это подготовка к восприятию основных мыслей работы. Здесь может быть сформулирован вот тот ключевой вопрос, который содержится в теме, чтобы дальше в основной части мы начали отвечать на этот вопрос, разбив его, предположим, на частные вопросы. Или давая несколько ответов, возможных, на главный вопрос, который содержится в теме сочинения. Поэтому основная часть разбивается на группу тезисов, мыслей, которые нуждаются в доказательстве, примерах. Когда мы эти доказательства, примеры, а это чаще всего как раз и есть, литературное произведение привели, мы должны сделать микровывод. Одно предложение, подводящее итог вот этому нашему размышлению, этому фрагменту нашего размышления, этому этапу, чтобы затем сделать логический переход и перейти к следующей мысли. И вот через этот алгоритм мы и прокручиваем основную часть работы. Причем, обратите внимание, по сути своей, это не что иное, как структура обычного текста рассуждения, любого текста рассуждения. И уж если мы строим сочинение рассуждения свое, то наш текст не является исключением из правила. И, наконец, заключение, в котором мы ждем вывода по общей теме, по всей теме. Итак, представим себе работу над темой сочинения «Мгновения, которые переворачивают жизнь». Обратите внимание, конечно, мы поняли, что мы попадаем в данном случае в тематическое направление времени. И вот, представим себе вступление, мы как раз вот его адресуем ребятам. Наверное, в жизни каждого человека бывают такие мгновения, которые круто изменяют ход жизни, заставляют пересмотреть свое отношение к миру. Прочитав эти строки, одни вспомнят о первой любви, другие о пережитых опасностях, третьи о встречах с выдающимися людьми. В жизни литературных героев тоже бывают такие поворотные моменты. Об одном из них я расскажу в своем сочинении. И вот обратите внимание, какое произведение представили вы, какого героя, какие события, о чем вы подумали. Здесь может быть разные версии, могут быть. Но мы в данном случае, работая над книгой, представили себе жизнь князя Андрея Болконского. Среднюю часть сочинения, она здесь на слайдах представлена в виде пунктов планов. И основную часть назвали именно так. Князь Андрей на поле Аустерлица. Взлет или падение. Но начали найти разговор, мы будем, конечно, вовсе не с Аустерлицкого сражения. Потому что этот эпизод, небо Аустерлица, может быть понят только в контексте всей жизни, предыдущей жизни князя Андрея Болконского. Поэтому к этому эпизоду мы будем идти через анализ образа, его развития в романе Толстого. В частности, впервые мы видим Андрея в салоне Анны Павловны Шерер. Каким мы видим его? Блистательным, скучающим молодым человеком. Такое ощущение, что все эти люди надоели ему. Почему? Да потому что он давно уже не здесь. Начинается австрийская кампания, и он давно уже на поле боя. Он мечтает о славе, он мечтает о своем Тулоне. И не случайно в салоне говорят сейчас о Наполеоне. О маленьком корсиканце, который стал императором. Вот он стремительный взлет, вот он кумир многих поколений. И они есть всегда во все времена, зовут их иначе. Но тогда был именно этот. И, конечно же, князь Андрей, как и многие честолюбивые молодые люди, мечтает о будущей карьере. И именно поэтому отправляется на фронт. И мы видим его в ставке Кутузова. Но ему претит роль штабного офицера, зарабатывающего свои крестики. Ему хочется настоящего дела. И именно поэтому отправляется он в Шенграбинское сражение. В Шенграбинском сражении есть свой настоящий герой. Это скромный капитан Тушин, так не похожий на героя в представлении того же князя Андрея. И не случайно капитан Тушин, да, сам князь Андрей ведет себя, мы помним, в Шенграбинском сражении очень смело. Он как раз привозит приказ отступления на батарею Тушина, куда Жирков не доехал, испугался. Именно он потом будет говорить о роли Тушина в штабе после разбора сражения. И в то же время трудно не заметить, что капитан Тушин как будто бы раздражает немножко князя Андрея. Почему? Да потому что подвига-то не получилось. Но вот он, наконец тот самый миг, вот оно то самое австралийское сражение, которое предвещает, по мнению князя Андрея, блистательные победы и будущее открывает перед ним. И мы помним, как накануне сражения князь Андрей в своих мечтах уже уносится далеко-далеко и даже представляет себя уже на месте самого Кутулзова и так далее, и так далее. Кто из нас не переживал таких представлений, таких как раз не строил такие планы и мечты на будущее? И вот в тот самый момент, когда он с криком «Ребята, вперед!» хватается за знамя, Толстой этот эпизод изображает подробно, лишая его всякой героики. И как тяжело нести это знамя, как оно путается в ногах его древко. Как затем, как будто бы палкой ударили сзади по голове, это как раз и есть тот эпизод ранения. И, наконец, что же открывается князю Андрею тогда, когда он смотрит в небо, по которому медленно плывут облака. И многие как раз вспомнят этот эпизод, который, может быть, даже учили наизусть, как тихо, спокойно и торжественно. И мы назвали эту часть «Князь Андрей на поле Аустралица. Взлет или падение?» С одной стороны падение, буквальное падение на землю, а с другой стороны и разрушение прежних идеалов. И видение того, как мелкие и смешные люди. Вот здесь каждый мечтающий о своем, о своем куске пирога, о своем куске славы. И Наполеон ничем не лучше остальных. Может быть, даже и хуже. Толстой показывает, да, намного хуже. А с другой стороны, это взлет. Это как раз прозрение. Тот момент истины, который во многом определит будущее развития образа князя Андрея. Нет, жизнь не кончена в 31 год. И так далее, и так далее. И вот этот момент, размышление о том, какова его роль, как раз и есть вот тот самый поворотный момент в жизни героя. Одного из героев романа. Внимательный читатель найдет множество значимых моментов в судьбе героев романа. Одна из граней удивительного таланта Толстого – это умение показать жизнь героев в развитии. Мгновение взлета или падения. Прозрение или заблуждение. Словом, во всем многообразии человеческого бытия. Вот подобная форма сочинения. Предлагаем учащимся посмотреть наступление и заключение. Подумать над основной частью, что же будет в содержании этой работы. Так, чтобы представить себе свои повороты и возможные движения. И, естественно, мы понимаем, что эта тема может быть раскрыта на самых разных художественных произведениях. Ну, вот взяли в качестве примера такой. Давайте пройдемся по основным тематическим направлениям этого года. Первое направление – время. Время, конечно, мы понимаем сложная категория. С одной стороны, дети почти не замечают движения времени. А взрослые люди, люди пожилые, все чаще и чаще жалуются на то, как стремительно проносятся дни, недели, месяцы, годы. И с каждым годом все быстрее, все острее чувствуешь, как важно беречь время, которое отмерено тебе судьбой. И как важно сделать больше в это время. С другой стороны, время – это еще и определенный промежуток, который связан с событиями в жизни общества, в развитии человечества. И это эпоха. И каждый из нас – дитя своей эпохи. Как и каждый писатель, каждый мыслитель – дитя своей эпохи. Он видит мир, исходя из того, что уже открыла наука, техника, культура. И только единицам дано подняться над этой рекой времени для того, чтобы увидеть чуть дальше, заглянуть в будущее. И, наконец, так или иначе, давайте представим себе возможные повороты этой самой темы. И возможные формулировки тем сочинения. Человек и время. Восприятие времени человека. Мгновение, которое навсегда остается в памяти. Мгновение, которое переворачивает жизнь. Должен ли человек жить сегодняшним днем? Остановись мгновение, ты прекрасно помни, блистательные слова. Йоты Фауста. Есть минуты, в которые переживаешь сознанием более чем целые годы. Слова Федора Михайловича Состоевского. И, или, например, Гранинская. О том, что с детства нужно воспитывать любовь ко времени, учить, как беречь время, как его находить. Другой поворот. Человек и эпоха. Кого можно назвать героем своего времени? Какие уроки мы можем извлечь из прошлого? Какого человека можно назвать современным? Как вы понимаете выражение «человек своего времени»? Должен ли человек подчиняться требованиям эпохи? И так далее, и так далее, и так далее. Вы видите на слайде представлены различные темы. Еще отдельный момент – это отражение осмысления эпохи и времени в литературе. Писатели и его время. Отражение эпохи в художественном произведении. Будущее в изображении писателей-фантастов. Отчего предостерегают нас авторы романов-антиутопии. Прошлое, настоящее и будущее в изображении писателей. И мы помним, как часто раскрывается эта тема на материале творчества Чехова, в частности, пьесы «Вишневый сад». Тема исторической памяти в литературе. Размышления о времени в литературе. Естественно, что список произведений художественных мы предлагаем определенный. Но на самом деле каждый найдет в различных произведениях то, что близко и понятно ему. И даже в связи с конкретной темой, в данном случае темой времени. Поскольку, действительно, тут может быть вечное время, время взросления человека. И время, как мы знаем, что есть произведения, которые отразили особенности эпохи. Это Евгения, а не геноциды, война и мир. В большинстве наших значительных произведений действительно отразилось в то или иное историческое событие. И не случайно историзм важнейший принцип литературы 19-го, тоже 20-го века. Какие задания предлагаем учащимся в нашем пособии? Часто предлагаем готовые работы для того, чтобы посмотрели их и выстроили их планы. Я думаю, что многие из вас хотели бы прочитать работы, так или иначе претендующие на высокие отметки, которые можно было бы назвать почти образцовыми и так далее. Потому что очень важно и нам видеть соответствующие образцы. И так, чтобы наши ученики могли ориентироваться на определенное построение текста, определенные требования оформления и прочее. Как я уже говорил, вы можете найти фрагменты ученических сочинений в материалах для экспертов. И мы, соответственно, предлагаем достаточно много в этой книге работ, которые так или иначе построены, исходя из того, что мы улучшали ученические тексты, доводили их, если не до совершенства, то, во всяком случае, до очень приличного вида. Итак, прочитайте сочинение на тему мгновения, которые переворачивают жизнь. Составьте его развернутый план. Мы с вами видели подобную как раз-таки работу. Прочитайте сочинение на тему отражения эпохи в художественном произведении и составьте его развернутый план. Здесь мы предлагаем ученикам сочинение, написанное по жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына. А в основе, когда привлекается литературный материал, там берутся два произведения. Это рассказ «Матрёнин двор» и повесть «Один день Ивана Денисовича, безусловно», и то, и другое, имеющее автобиографическое начало для писателя. Используя план, напишите сочинение на тему «Человек и эпоха» в произведениях Великой Отечественной войны. Следующее направление – дом. Дом – понятие многозначное. С одной стороны, дом – это наша семья, это наши близкие люди, в кругу которых мы выросли. Именно здесь сформировались наши, так или иначе, нравственные и прочие ценности, наше представление о мире, о том, как должен жить человек и прочее, прочее. Со временем понятие «дом» расширяется. Это не только наш конкретный дом, это наша улица, это наш город, наша страна, да и вся планета – это наш дом. Поэтому можно представить себе определенную градацию. Дом, семья, родина, малая родина, большая страна. Соответственно, вот так и выстроили примеры тем сочинения. Дом как семья. Каким бы я хотел видеть свой дом? Атмосфера дома – как раскрытие духовного облика семьи. Нет места милее родного дома. Дом всегда несет на себе отпечаток личности хозяина, и мы это видели, как часто это становится приемом в изображении художественного героя. Роль семьи в жизни человека. Мысль семейная в литературе. Какой, по вашему мнению, должна быть идеальная семья? Какова роль семьи в формировании личности? Каково значение дома и семьи в жизни ребенка? Мотив дома в литературе. Дом – малая родина. Что такое малая родина? Почему мы не должны забывать свою малую родину? Роль малой родины в судьбе. Образ родного края в литературе. Любить природу – значит любить родину. Литература дома и бездомья. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в первой части книги, где излагаются общие подходы к написанию сочинения, мы приводим несколько ключевых текстов, важных для понимания сегодняшних направлений, направлений этого года. И вот в частности тема литература дома и бездомья фактически – это статья Фазеля Искандера с одноименным названием. И это статья, которую обязательно должны прочитать наши ученики, небольшая, но очень значимая. Фактически это тема будущего сочинения о том, как по-разному изображают жизнь Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, Ахматова и Цветаева, поэты и писатели дома и бездомья с другой стороны. И мы прекрасно понимаем, что с одной стороны дом мы видим и в творчестве Тургенева, и мы не видим дома уютного, в котором можно было спрятаться от бурь творчества Достоевского, потому что их подходы совершенно различны. Ну и по сути своей анализы, анализ вот этой статьи показывает, что фактически Фазель Искандер вот нам дает материал для основу для раскрытия соответствующей темы сочинений, но только дальше нужно поработать и подобрать литературный материал, который позволит эту тему раскрыть. А дальше учащимся предлагаем статью Семена Франка о смысле жизни, или статью Эриха Фрома о любви и так далее, и так далее. И все они — это определенные повороты тех тематических направлений, которые предлагаются нашим учащимся. Дом как Отечество. Когда страна, в которой мы живем, становится Родиной? Родина милосердца не местными красотами, а пленительными воспоминаниями. Всякая благородная личность глубоко осознает свои кровные связи с Отечеством и так далее. Мы знаем, что есть много произведений, в которых так или иначе тема, о которой мы говорим, общее тематическое направление, находит свое отражение. И каждое из этих произведений — это определенный поворот. Это определенный, естественно, аспект этой темы. И выбирать будем исходя из того, что, прежде всего, какой поворот мы найдем в теме. Причем очень часто нужно вот эти повороты как раз-таки, вот те вопросы, которые в темах содержатся, увидеть правильно. Потому что, я думаю, многие из вас, проверяя работы прошлого года, видели, что это сочинение по Лермонтову, это сочинение по творчеству Толстого, но они не всегда содержат в себе ответ на тот вопрос, который сформулирован в теме. Вот это большая беда наших учащихся, что они готовы привлекать литературный материал, но они не всегда готовы правильно выстроить свою работу и не всегда правильно понимают ту задачу, которая поставлена в них, в данной конкретной теме сочинения. Не всегда видят вот тот вопрос, на который нужно правильно ответить, с привлечением соответствующего литературного материала. Кто работал с первым изданием книги, помнит вот эту схему, ориентированную на книгу, на повесть Валентина Распутина «Опрощание с матерой». Мы сохранили ее здесь, поскольку здесь есть и тема дома, и тема семьи, и тема Родины. И в частности мы видим и историю семьи Пенигиных, где Дарья, как раз хранительница традиции, тот человек, который думает об ответственности перед предками, Павел, который мечется между поселком и родной деревней, и Андрей, который работает на строительстве плотины, которая должна погубить матеру. Да, действительно, образы Родины и природы здесь неразрывно связаны. И люди, отношение к людям, мера, нравственная мера людей по Распутину как раз и определяется тем, насколько близки они к Родине. И не случайны его метафорические названия «Опсевки». Люди как пустые места на пашне, куда не упало зерно, так пустые души, куда не попали семена добра. И чем дальше человек от Родины, пожелкщики, обсевки, те, кто добровольные любители матеры, тем больше пустоты в их душе, тем страшнее находиться рядом с ними. И с другой стороны, символы, символические образы в произведении, которые носят как раз-таки заморфный вид. Не только заморфный, это и царский листвень, и хозяин, и как раз-таки воплощающие мудрость и силу той самой природы, которую губит человек. Примеры заданий. Используя план, напишите сочинение на тему «Мотив дома» в романе Булгакова «Белая гвардия». Обратите внимательно, вот здесь сознательно ставим ограничители «До Булгаков», «Мотив дома в Белой гвардии», чтобы потом, когда тема будет сформулирована более широко, мы могли использовать этот материал уже, поскольку мы разобрали, как именно у Булгакова этот мотив преломляется. Вступление, символическое значение образа дома в литературе. Основная часть, какого же идеал дома в романе Булгакова «Белая гвардия». С одной стороны, невозможно говорить, не сказать ничего об эпохе, о эпохе гражданской войны, как раз все перевернувшее, все поставившее с ног на голову, и противопоставлен этому вихрю кровавому, именно про дом Турбиных, где атмосфера и уклад хранят в себе еще как раз черты покоя и уюта, где все от кремовых штор до печки или часов, играющих минует в Бакерине, напоминает о любви, о покое, об уюте. «За этими шторами отдыхаешь душой», — говорит Лариосик. И эта атмосфера создается Булгаковым. Сознательно подчеркивается, как важно, что еще здесь хотя бы есть оплот уюта и покоя, то, чего нет уже вокруг. И какими предстают перед нами сами Турбины? Что это за люди честные, открытые, благородные, которые не делают лжи и фальши, которые всегда готовы помочь в трудную минуту, и не случайно так тянутся все их друзья к этому дому? Мышлаевский, Студзинский, Найтурс, Малышев. Все они здесь, и они тянутся к ним, потому что здесь оплот нравственных человеческих ценностей. И в чем же значение финала? Все пройдет, а вот звезды останутся. Наверное, смысл финала в том, что эти звезды вечные, это и есть вот для, в контексте романа, те общечеловеческие ценности, которые так важны для наших героев. И если останутся они, то будет дом, будет Родина, которую надо защищать, и ради которой стоит жить и бороться. Отдельный момент – это работа с высказываниями на ту же тему, что и тематическое направление в целом. Прочитайте высказывания о Родине, напишите свой вариант вступления на одну из тем, которые мы предлагаем. Ну и в данном случае размышления различных писателей, общественных деятелей о Родине, о России в частности, это как раз вот тот спектр, точек зрения, где ученик может увидеть направление развития мысли, для того, чтобы так или иначе дальше строить свои работы. Тем более, что обязательно мы предлагаем во всех подобных заданиях остановиться и написать свое. Вот исходя из того, что мы уже знаем, что мы читали, выберите тему одну из предложенных и попробуйте написать свое вступление. Прочитайте фрагмент интервью писателя Распутина, как раскрывает автор роль малой Родины в жизни человека. Напишите сочинение на тему, почему нельзя забывать свою малую Родину. Или так важно не забывать. Во всяком случае, это один из тех примеров, о которых я говорил. Это текст, который начинается словами «Родину, как и родители, не выбирают». И дальше размышления Распутина о родном крае его роли в жизни его как писателя. И мы помним, что маленькая деревня на Ангаре это любимый образ Распутина. Не случайно, потому что это образ его родного края, подпитывавший его всегда, всегда волновавший его и дававший вдохновение. И в жизни каждого поэта и писателя, художника это есть, но это есть и в жизни каждого из нас. Поскольку для каждого из нас наша малая Родина, она является тем, той нравственной основой, которая подпитывает нас, которая снится нам, когда нам трудно, которая не отпускает от себя. И чем старше мы становимся, тем больше примет этой малой Родины мы с вами видим. Тематическое направление – любовь. Естественно, что любовь – вечная тайна и загадка, всегда сопровождает нас, всегда она рядом с нами, в самых разных видах. И это любовь между мужчиной и женщиной, это любовь между теми детьми и родителями, это любовь просто к нашим близким, к нашим друзьям, к нашим братьям меньшим, которые платят нам своей беззаветной преданностью. И в конце концов мы купаемся в любви чаще всего, когда сами способны любить этот мир. И только тогда он ответит нам взаимностью. Что такое любовь? Почему любовь может быть созидательной и разрушительной? В чем счастье и драма любви? Что важнее – любить или быть любимым? Почему тема любви так интересна писателям? На что способен человек ради любви? Как влияет на человека любовь? Чем опасна ревность? Какие добродетели и пороки у детей изращиваются любовью родителей? Согласны ли вы с высказыванием Ларош Фуко «Из двух любящих один любит другой, позволяет себя любить?» И мы помним, в каком произведении эта цитата всплывает. «Жди меня, я вернусь, любовь и война». Итак, самые разные повороты можно представить себе этой бесконечной темой. И самое главное, что в нашей литературе практически нет произведений, в которых бы не поднималась эта тема, в которых бы отсутствовал мотив любви. И во все эпохи, в разные времена, мы видим, как писатели постоянно припаят и обращаются к этой теме. Коммеры заданий. Прочитайте план и подберите материал для написания сочинения на тему «Почему любовь может быть созидательной и разрушительной?» Мы предлагаем план по повести Куприна Суламифь, но прекрасно понимаем, что материал для раскрытия этой темы есть и в том же рассказе «Гранатовый браслет», да и во многих других произведениях. И в данном случае вы можете как раз предложить своим ученикам и другие варианты, другой материал для раскрытия этой темы. Вступление темы любви в литературе. Основная часть – любовь созидательная и разрушительная в повести Куприна Суламифь. Библейский источник сюжета повести. И мы, конечно, не можем же не сказать о том, как взволновала Куприна песнь песней Соломона и как он вложил в самое общее раскрытие этой темы в Ветхом Завете свое в то же время содержание. Довольно смело и рискованно, но в то же время увидел свое раскрытие соответствующего сюжета. И с одной стороны, мы можем здесь показывать любовь Соломона и Суламифи как созидательное чувство, преображающее человека. Ни в чем не нуждался Соломон. И женщин знал без числа. Но любовь, настоящая любовь, пришла к нему только однажды в образе простой девушки из виноградника. И с другой стороны, как преобразился царь и его, как, соответственно, вплавляет именно в этот мотив Куприн все знаменитые рассказы о суде Соломона. Потому что вот она, новая сила, новая мудрость, и новое ощущение бесконечных открытий, которые приносит человеку любовь. И с другой стороны, ревность как созидательное чувство. Все в царицеастис, от внешнего облика до всей ее жизни, до этой пожирающей ее страсти, как раз и есть предвестник будущих страшных событий. Ну и отсюда и заключение. Крепкая ко смерти любовь, жестокая ко смерти ревность. Да, это прямо противоположные чувства. Чувства, когда мы отдаем себя, или когда мы хотим только лишь брать, забирать в свои руки. И, как правило, именно второе чувство несет за собой беду. Прочитайте план и напишите сочинение на тему, на что способен человек ради любви. В данном случае опору избираем в романе Булгакова «Мастера Маргарита». Мы помним, как мотив любви в этом романе носит автобиографический характер. И, естественно, как блистательно раскрывается он Булгаковым. А главное, вот на что способен человек ради любви. Что, как проявляются силы и воли любящего того, кто хочет спасти любимого, кто хочет сохранить свою любовь и готов бороться за нее до конца. Прочитайте план, напишите сочинение на тему, какие добродетели и пороки у детей взращиваются любовью родителей. И вот тут интересно, обратите внимание, не так много литературных героев, которые нам известны, по отечественной литературе, мы видим с самого детства до взрослого состояния, мы видим в развитии, во взрослении. А вот Обломов и Штольц, это как раз два те персонажа, два героя, которых мы видим именно в этом временном протяжении. И что очень важно, нам же сознательно сам автор, сам Гончаров сопоставляет, он показывает нам, как воспитывали одного и как воспитывали другого. И поэтому здесь влияние семьи, как раз вот тема, которая, ну, я считаю, что как раз лучше, наверное, может быть, ничего и нет в русской литературе, для того, чтобы раскрывать именно эту тему сочинения, тем более самим авторам образы даются в сравнении и сопоставлении. И как раз вот конкретные темы, не только от темы пункты плана, но и краткий конспект, разворачивающий, дающий направление мысли, приводится вот после соответствующих заданий. Ну и, наконец, вот такое задание, оно было и в книге прошлого года. Используя подсказки, напишите сочинение на тему, что такое любовь. Здесь представлены общий вариант вступления, логические переходы между частями, примерный вариант заключения, а все остальное – это то, что должен принести уже ученик от себя, анализируя конкретное художественное произведение, подбирая свой литературный материал для аргументации. Почему строили такое задание? Здесь размышляли о том, что очень часто в ученических работах не хватает как раз-таки вот этих скреп, переходов от одной части в другой. Как же они должны быть сделаны? Как же связать между собой вот эти отдельные части работы? Предлагаем в данном случае вот подобного рода матрицу, для того, чтобы она уже была потом переосмыслена и по-своему переделана учащимся. Поправление путь. Надо сказать, что путь – это, конечно же, тоже метафора. Поскольку, с одной стороны, путь – это реальное движение, путешествие, движение из одного края в другой, из одного города в другой. И мотив путешествия. Мы помним, сколько блистательных дал произведений, поскольку на них это именно построено. Это и «Мертвые души» Гоголя, это и «Кому надо все жить хорошо» Тургенева, простите, уже не Красова. Но, во всяком случае, естественно, да и у Тургенева есть мотив движения, может быть, не такой явный, но эти два путешествия по Зарову, мы помним, как описывается в романе «Отцы и дети», как такой композиционный принцип романа. Во всяком случае, одно направление темы – это путешествия странствия. О чем рассказала дорога? Зачем люди отправляются в путешествия? Путешествия в будущее, путешествия в прошлое. Почему тема дороги часто присутствует во многих произведениях литературы? Это могут быть путешествия по литературным местам, путешествия по Петербургу Достоевского, прогулки по Булгаковской Москве. И, наконец, путешествия по России с литературным героем. Прокручил лукочку «И» надо будет добавить. Путь поиска, познания, духовных исканий – это уже, конечно, метафора. Но, во всяком случае, мы знаем, как много этому повороту темы уделяется вниманию в русской литературе. Каковы цель и смысл жизни человека? Как достичь цели своей жизни? Какую жизнь можно считать прожитой не зря? Как противостоять ударам судьбы? Подлинные и мнимые ценности в жизни человека? Всегда ли цель оправдывает средства? Проблема ложной цели в жизни. И, естественно, что здесь вот для меня, например, прежде всего, конечно, в центре внимания, вот если брать второй поворот, то это духовные поиски многих героев, героев русской литературы. Будь это Пьер Безухов или князь Андрей, или же сложный, мучительный поиск самого себя ответа на вечные вопросы у Раскольникова и так далее, но... Или же это дороги, которыми... Кстати, это один из поворотов темы «Дороги войны», которым пришлось идти многим нашим предкам. И мы, естественно, помним тех, кто прошел этот путь и тех, кто из него не вернулся. Примеры заданий. Прочитайте предложенные варианты вступлений и сформулируйте подходящие к ним темы сочинений. Напишите свой вариант вступительной части сочинения на одной из тем, предложенных на конкретной странице. «Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом?» задавался вопросом Пушкин. «Проселочным путем люблю скакать в телеге», признавался лирический герой Лермонтова. «Странствуя по Руси в поисках счастливого, отправил своих героев Некрасов по имени «Кому на Руси жить хорошо». Гоголь в по имени «Мертвой души» создал птицы-тройки, несущиеся через время и пространство. Почему же мотив путешествия так притягательен для поэтов и писателей? Почему литературные герои снова и снова отправляются в путь? А что возьмем для основу, для раскрытия темы? Это уже другой момент. Один из вариантов путешествия по литературным местам, в данном случае, это путешествие по Грибоедовской Москве. Но мы с вами, разумеется, прекрасно понимаем, что для раскрытия этой темы, конечно же, необходимо очень хорошее знание литературного материала. И, наверное, все-таки в данном случае, почему строили план отдельно по Грибоедову? Потому что далеко это произведение, а уже учащиеся сами могут вспомнить и Петербург, Достоевского, и многие другие места, которые описаны разными писателями. Москву, Булгаркова. Комедия Грибоедова, горе от ума, как путеводитель по Москве десятых-двадцатых годов девятнадцатого века. Картины жизни и нравов Москвы в комедии Грибоедова, горе от ума. Московские достопримечательности глазами Чацкого и людей фамусовского общества. Портреты московских знаменитостей. Зарисовки быта и нравов города Москвы. Ну и заключение все-таки к центральному вопросу ведет. Так, в чем причина одиночества Чацкого? Как же вот это наше путешествие по Москве раскрывает одну из центральных мыслей произведения? Используя план, напишите сочинение на тему «Жизненный путь Петра Гринева. Дорога чести». По повести «Капитанская дочка» и, естественно, пренебрегать ни в коем случае не стоит этим произведением, о котором так много говорится, которому много уделяется внимания в школе, и которая действительно того заслуживает. Это, опять же, с одной стороны, это путешествие самого героя, а с другой стороны, это путешествие, движение человека, это развитие жизни и осознание того, как трудно остаться честным человеком и как важно беречь честь с молодым. Прочитайте сочинение на тему «Путь духовных поисков героев романа Толстого «Война и мир». Составьте его «Развернутый план». Учащимся предлагается сочинение, в котором как раз таки строится размышление о духовных поисках Андрея Балконского и Пьера Безухова. Прочитайте текст, используя подсказки, напишите сочинение на тему «Размышления о смысле жизни». Здесь предлагается учащимся, как я уже говорил сегодня. Статья Семена Франка, русского философа, мыслителя, психолога, как раз таки и посвященная вопросам поиска, ответа на вопрос о смысле жизни. Довольно сложно давать какие-то советы для раскрытия последнего литературного творческого тематического направления «Год литературы». Но чего мы ожидаем, скорее всего, от этого направления? Мы с одной стороны, вот из того, что нам подсказок из тех, которые нам оставили члены федеральной комиссии по подготовке к сочинению, прежде всего, обращая внимание на вопрос читатель и книга. Я читатель и художественное произведение. И именно вот здесь читательское восприятие, мои предпочтения, все те же вопросы, золотая полка, это один момент. И с другой стороны, более широкий подход читатель и литература, литература и мир, вечные вопросы, которые задает человеку литература. Вот мы попытались представить себе некий набор возможных тем сочинений. Моя любимая книга, роль книга в моей жизни, книга, которая изменила мою жизнь, книга, о которой хочется рассказать, моя золотая полка. Можно ли испытать радость, читая книгу? Кто для вас идеальный герой литературы? Какие вопросы задает человеку литература? На какие вопросы позволяет она нам ответить? То есть вот где-то соответствующее направление. Но опять же, варианты работы со вступлениями. Прочитайте предложенные варианты вступлений, сформулируйте подходящие к ним темы сочинений. Все-таки вступления, они тоже не универсальны, они связаны с определенной темой. И напишите наоборот свой вариант вступительной части, исходя из выбора конкретной темы сочинения. Ну вот такой вот подход избрали здесь. Прочитайте сочинение на тему книга, о которой хочется рассказать. Обратите внимание на наступление и заключение. Как автор сочинения строит рассказ о книге? Какие способы отсылки к тексту используют? Напишите свой вариант сочинения на ту же тему. Надо сказать, что здесь предлагаем учащимся как раз-таки интересный вот такой подход. Это сочинение по книге Феликса Кривина «В стране вещей». А это не какая-то, как привыкли наши дети писать, большая жанровая форма. А это ведь сборник небольших рассказиков. Очень небольших, ведь в некоторых из них не больше десяти предложений. Но как представить себе эту книгу читателя? Каковы подходы общие к написанию подобного рода сочинений? Как не впасть в пересказ? И в то же время сделать так, чтобы то, о чем говорит автор и почему нам нравится эта книга была понятна нашим читателям? Вот здесь и пытались как раз показать типичные пути подхода к раскрытию соответствующих тем. Поэтому и вопросы. Когда будете читать эту работу, обратите внимание, как именно строится это сочинение, какие используются отсылки к тексту, можно ли сказать, что у нас пересказано все или все-таки подход несколько иной. Напишите свой вариант сочинения на ту же тему. Прочитайте сочинение на тему «Какие вопросы задает человеку литература?» Составьте его развернутый план. Ну а здесь сочинение как раз раскрывается на материале романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». И те вопросы, которые поднимал Достоевский, не случайно называются вечными, потому что они всегда волновали и до сих пор волнуют людей. Почему одним позволено все, а другим ничего? И этот вопрос, который волновал Раскольникова, он не может не волновать человека и сегодня. И именно поэтому величайшее произведение Толстого, Достоевского, они всегда с нами, они всегда понятны. И кто же не увидел, как был прав Гоголь, глядя вокруг нас на сегодняшнюю жизнь и многие другие гениальные русские писатели, которые могли увидеть эту основу русской жизни, которая по сути своей во многом не поменялась. И в частности вот здесь предлагаем типичные подсказки для того, чтобы построить сочинение на тему «Моя золотая полка», «Мои любимые книги», вот, которая где-то вот в этом направлении будет раскрываться. Во вступлении объясните, как вы понимаете выражение «Золотая полка». В основной части расскажите о том, какие книги для вас особенно дороги, что их объединяет. Остановитесь на двух-трех из перечисленных книг, не вдавайтесь в подробный пересказ, передайте свое впечатление от любимых произведений. Кратко расскажите о героях любимых книг, почему они для вас дороги, какие их качества, черты характера вы считаете достойными подражаниями. Расскажите о том, какие идеи, лежащие в основе этих произведений, вы считаете особенно важными, что вы подчеркнули из этих книг для себя, чему научились. В заключении подведите итог. Можно, например, рассказать о роли литературы в жизни человека вообще, именно в вашей жизни. Итак, вот краткий обзор того, что есть в этой книге и того, чего как раз я не говорил, что еще можно в ней найти. Я хочу обратить ваше внимание на то, что книгу можно заказать с одной стороны на сайте издательства «Легион» www.legionr.ru и найти ее в списке литературы в разделе «Русский язык». А с другой стороны, она уже так или иначе будет появляться и в розничных сетях, магазинах, так что как раз она будет, я думаю, найдет своего читателя. Итак, в ней вы увидите общее требование, найдете к итоговому сочинению. Видите, разбор тематических направлений этого года и систему конкретных творческих заданий, ориентированных на тематические направления 2015-16 учебного года. Найдете примеры готовых работ. Также я напоминаю нашим коллегам, что вы можете стать членами нашей, служителями нашей дистанционной программы повышения квалификации, программы методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Мы предлагаем курсы повышения квалификации, рассчитанные на 108 часов. Причем курсы дистанционные, полностью вы работаете в системе, в дистанционном системе интернет на базе системы Moodle, то есть, по крайней мере, без отрыва от производства, это существенно помогает нам в наше время, когда мы очень заняты, когда у нас не всегда есть возможность оставить аудиторию для того, чтобы повышать свою квалификацию. В данном случае, вот здесь, пройдя по этой ссылке, которую вы видите на экране, вы сможете прочитать все условия, как можно стать членами, как слушателями этих самых курсов, стоимость которых 3000 рублей. Вашему вниманию, как раз вот, предлагается, обратите внимание на ссылки, ссылка на дистанционное обучение на сайте, и, в частности, вы увидите, что программа состоит из трех модулей, все эти модули, как раз и входят в обозначенную сумму. Модуль первый, написание сжатого изложения, девятый класс ОГЭ, модуль второй, сочинение во всех трех видах, которые сегодня известны, и, наконец, модуль третий, сочинение на ЕГЭ по русскому языку, задание 25. В лекциях вы найдете видеоролики, соответствующий теоретический материал, интерактивные ссылки. Вам нужно будет выполнить два теста. Один называется «Поработайте экспертами ОГЭ», другой «Поработайте экспертами ЕГЭ». Тесты эти будут связаны с оцениванием ученических работ. Ну и, наконец, вы получите соответствующее свидетельство установленного образца, свидетельство о повышении квалификации по данной программе на 108 часов. Подробности вы можете узнать по телефону или обратившись ко мне, это мой электронный адрес, поскольку я являюсь координатором этих дистанционных программ. Давайте посмотрим, коллеги, есть ли у нас вопрос. Марина, подсказывайте мне. Можно ли использовать два аргумента из одного произведения? Безусловно. Более того, вы можете построить целиком сочинения на примерах из одного литературного произведения. Помните, ведь нам сказано, что важно не количество привлекаемых произведений, а важно качество аргументации, важно, насколько правильно мы понимаем с одной стороны художественные тексты и насколько правильно привлекаем их для раскрытия собственной мысли. Поэтому, вне всяких сомнений, вот я даже бы говорил не о количестве аргументов, потому что мы немножко путаем подход к сочинению на едином экзамене и на итоговом. А именно сколько произведений мы привлекаем, материал каких произведений. Единственное, что мы должны понимать, что привлечение только одного произведения, конечно же, потребует более глубокого анализа, чем если мы останавливаемся на двух или трех. Это естественно. и поэтому тут уже надо избирать насколько хватит ли нашего представления, наших знаний об этом литературном произведении, так чтобы только на примере одной книги, одной повести, романа раскрыть тему сочинения. То есть, а так, в принципе, мы не ограничены, безусловно. Конечно, не будут сформулированы, спрашивают, темы сочинения конкретные, не будут сформулированы до экзамена. Нет. За 15 минут до экзамена будут открыты на сайте ФИПИ темы сочинений. На экзамене нельзя пользоваться текстами художественных произведений. Как писать сочинения по лирике поэтов, используют цитаты, ведь они требуют точного воспроизведения. В данном случае, понятно, почему сделано это ограничение, почему нельзя пользоваться художественными произведениями. Выходим из того, что если это наша лирика, которая нам дорогая, понятна, то мы можем цитировать небольшие фрагменты, я даже имею ввиду ключевые словосочетания. С другой стороны, естественно, что цитировать больше одной эстрофы и так далее, здесь мы уже ставим сами себя под удар, поскольку на самом деле возможно искажение и так далее, и так далее. Поэтому от нас и никто не ждет, что мы будем подробно цитировать эти произведения. Мы можем анализировать развитие образов, мы можем анализировать как раз-таки мысли поэта, которые вложены в это соответствующее содержание. И, конечно же, лирику раскрывать без художных, без имени, художного текста гораздо сложнее, чем эпику, чем эпические произведения. Это действительно так. На фестивале учительская книга? Ну, я думаю, конечно, она приедет туда. Да, и 3 ноября кто-то из нас, или Наталья Аркадьевна, или я, мы там будем обязательно, или кто-то из наших коллег, но книга будет на фестивале учительская книга непременно. Так что приходите, коллеги, и там можно будет ее приобрести. Речь идет о Москве. одном из форум, который предлагает наши партнеры издательский дом 1 сентября. Ну что ж, большое спасибо за внимание и всем успехов вам и вашим ученикам при вот как раз таки написании итогового сочинения и в целом на итоговой аттестации в этом году. Всего доброго.